Панелька от магнитолы Sony. У нее такая проблема. Не работает нижний ряд кнопок. Вот эти две сверху вроде бы работают, а остальные не работают. Почему не работает ряд кнопок? Вот плата. Кнопки здесь подключены вот по такой схеме. Вот, допустим, несколько кнопок. Один вывод у них идет на землю, а второй вывод через сопротивление. Причем сопротивления должны быть разные для каждой кнопки. Вот так, допустим, тут 10 Ом, тут 20 Ом, тут 30 Ом, тут 40 Ом. Если замыкаем вот эту кнопку, получается в мозг идет 10 Ом, и это одна функция. Если нажимаем вторую кнопку, здесь получается сопротивление общее 20 Ом, в мозг приходит 20 Ом, и это уже другая функция. Иногда кнопки окисляются, и у них появляется какое-то сопротивление. Допустим, не 0 Ом, а, ну, 10 Ом возьмем. И получается так, что общее сопротивление этой кнопки получается 20 Ом, и при ее нажатии она выполняет функцию вот этой кнопки, которая изначально должна быть 20 Ом. Но если все кнопки окислятся, у них получается у всех разные сопротивления, не 0, а, ну, какое-то сопротивление 10, 20, 30 Ом. И эти кнопки, при нажатии их, они путают функции, то есть одна кнопка может заменять, то есть одна или несколько кнопок могут при нажатии выполнять какую-то другую функцию. Неисправность в этой плате я уже нашел в кнопках, это вот эта вот кнопка, она как бы находится в коротком, то есть она в нажатом состоянии, хотя она не нажата, но она, в общем, замкнута она. И поэтому все кнопки, которые находятся в схеме, вот в такой схеме, включение с этой кнопкой, они не работают. Которые работают, оставшиеся кнопки, они уже к другой цепи идут. Таких кнопок на замену я у себя не нашел, в общем, возьму рабочую кнопку, эта кнопка перемотка вперед, ну, включать следующую песню, я уберу, вместо нее поставлю рабочую кнопку с этой же платы, какой-нибудь. Вот эта кнопка поиска, и редко пользуется, заменю ее на эту кнопку. В общем, поменяю вот эти две кнопки местами, но так как это замкнуто, в этом месте разрежу дорожку, чтобы она не работала и не мешала остальным кнопкам. Ремонтирую аккумулятор от шуруповерта Интерскол, 14 вольт, литий-ионный аккумулятор, вот то, что внутри. Банки 18650, четыре штуки, и еще пятая, здесь стоит вот такая пустышка. Эта вот новая сборка уже собрал, будет ставиться за место старых. Стоит платка, БМС. На этой платке основные детали, спилена маркировка. То есть на заводе сидит специальный человек, и спиливает маркировки у деталей, чтобы никто не увидел, какие детали, и не скопировал схему. Теперь их надо сварить. Смотрим на старую сборку, и делаем все так же. Теперь смотрим с другой стороны. Так, и еще надо сделать выводы, плюс-минус основные. Получилась вот такая сборочка. И теперь ее надо поставить, припаять к плате. Старую батарею надо разобрать. Плюс-минус, они тут запаяны в прорезь. Пока я их откушу. Потом остатки выпаю ее. Термо-датчик. Приклеен тут супер-клей. Надо ее аккуратно вынуть. Плюс-минус. 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 Теперь эти прорези надо освободить от припоя, хорошенько нагреваем и стряхиваем. И второй также, все чисто, ставим новый аккумулятор хвостики продеваем в прорези, потом сверху их можно загнуть и пропаять. Вот. Продолжение следует... С обратной стороны я тоже пропаяю. Теперь надо припаять балансировочные провода. Здесь он был сломан, кусочек надо вынуть. Продолжение следует... С другой стороны балансировочный провод. 15,1 вольт. Теперь аккумулятор нужно собрать... Нет, нужно его протестировать на зарядку. Проверить работает ли балансировка. Ну и собрать и проверять уже, как будет крутить шуруповерт. При проверке шуруповерта выяснилось, что он работает как-то странно. Несколько секунд работает, а потом отключается. Выяснил в чем дело, это я по невнимательности пропустил один балансировочный вывод. Это вот... Вот отсюда должен идти... Вот на этот контакт... Балансировочный провод. Сейчас исправим. Вот оно, незаложенное место. В общем, при сборке литиевых аккумуляторов не забывайте про балансировочные выводы, чтобы все были соединены. Тогда у вас будет все работать как надо. Теперь шуруповерт работает как и должен работать. Такой же можно...